Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день уважаемые дамы и господа Вы слушаете радионародная волна На частоте 14.30 М 99.1 ФМ На нашем веб-сайте RadioNVC.com На нашем канале В YouTube RadioNVC Ну и конечно с помощью бесплатного приложения На ваших айфонах и айпэдах Я смотрю наши израильские слушатели Уже подключились Всем привет И не только израильские Всем привет Всем хорошего дня Хорошего настроения Со мной в студии Олег Патлок Привет Здравствуйте Уважаемые наши однопартийцы И враги Друзья и не Хочу враги тоже слушают А как же Тут есть Один хлопец У него такое название Так я Я прошлый раз Так отреагировал Он пытался Сказать что все Дерьмо Но он правда Использовал другое слово У него оказывается И никнем Такой типа Дерьмометатель Бывает Характер у человека такой Душа у него такая Давай я начну вот с чего Мы перейдем обязательно К цирку Да к цирку К арене К вчерашнему К вчерашним дебатам Демократов А сначала Несколько слов О том Что было Вчера До этого Было заседание комитета Юридического И вывод можно сделать такой Мы уверены только в том Что мы ни в чем не уверены Юридический комитет конгресса Провел формальное голосование Об определении правил Проведения расследований По импичменту президента Это нечитаемая формулировка Пожалуй Первый официальный шаг демократов На долгом и тернистом пути К импичменту Глава комитета Джерри Недлер В ходе заседания Заявил О том Что его коллеги Теперь займутся Расследованием В кавычках Того Нужно ли Проводить Расследование По импичменту Еще раз Займутся расследованием Того Нужно ли проводить Расследование По импичменту Я оглянулся Посмотреть Не оглянул Если надо Напоминает Советскую очередь За талонами На талоны Называется Тавтология Вода водянистая Руководство Демпартии Пытается одновременно И угодить Своему прогрессивному Крылу Которое требует Сию уже секунду Объявить импичмент Дональду Трампу И растерять Поддержку Умеренных Ну То есть По взглядам Нос Избирателей Задачи Практически Не выполнимы С одной стороны Совершенно Отмороженных Удержать надо У которых Вообще Мозгов нет С другой стороны Надо удержать Тех У которых Есть немножко Мозгов И которые Как бы Боятся Этого слова Импичмент Теперь Члены Юридического Комитета Действительно Смогут Запрашивать Новые документы У Белого дома Правда Вряд ли Тот Станет С ними Сотрудничать Они же Получат Возможность Приглашать Свидетелей Давать Показания Но вряд ли Кто-то По первому Звуку К ним Явится Например Экс-советник Трампа Майкл Флинн Недавно Уже Отказался Иметь Дело С Конгрессом Обвинив Законодателей В осуществлении Политической Провокации Максимально Размытые Формулировки Позволяют Демократам Расследовать Все что угодно Они и сами Пока не могут Толком Разъяснить Масштабы Своей работы Будет ли это Касаться Пресловутого Раша Гейт Или Каких-то Еще теорий До сих пор Так сказать Никому Непонятно И неизвестно Демократы Центристы Уже забили Тревогу Для них Слово Импичмент Смерти Подобно Ведь им Придется Своим избирателям В колеблющихся Округах Поддерживают Ли они Стратегию Импичмента Или нет Для них Есть и основания Паниковать Особенно После провала Демпартии На состоявшихся Досрочных выборах В Северной Каролине Да Когда Конгрессу Когда Конгрессу Доверяет Лишь 17% Избирателей Браться За такой Непопулярный Вопрос Как Импичмент Может Только Политический Самоубийца Значит Два с половиной года Они Пытались Его импич За За то что он связан С Москвой За то что Москва Вмешалась В выборы Теперь будет Не знаю сколько Длится вот эта вот Бодяга Чтобы им Дали документы По поводу его Расизма Или других Еще каких-то вещей Сейчас они хотят Сделать импичмент Только потому что Он расист Да Это Это тема Да Теперь Ты посмотри Опять обращаясь К дебатам Абсолютно С трибуны Люди которые Баллотируются В кандидаты В президенты Заявляют С трибуны С высокой Что В белом доме Сидит белый Супремасист Как вокруг него Вбилась Вся эта чернокожие Братья И Эл Шарптон И Джесси Джексон И так далее То есть Когда он давал им Деньги Он был хорошим Когда он был Демократом Он был замечательным Человеком Вообще Из слова Расист Даже На ум Никому не приходило Как только Человек стал Президентом Республиканской Партии Он мгновенно Превратился В расиста В живоненавистника В кого только Не превратился И Есть ведь люди Которые Все это Воспринимают За чистую монету Значит Вчера Соревновались Между собой Десять кандидатов Ну Самые интересные Были личности Конечно Там жалко Что не было Единственного Деблазио Хотел бы послушать Его глупость И Сенатора От Конгресс Конгрессвумен От штата Хавайи Которая мне Почему-то Больше всех Импонирует Мне кажется Что она Наиболее из них Прогрессивная И Извините Хотя Она тоже В прошлый раз В адрес Трампа Говорила Очень нехорошие Слова И отзывалась О нем Очень Нехорошо Да Так вот Каждому Кандидату Отводилась Минута 15 секунд На Какой-то Камент И По-моему 45 секунд На Ответный Камент Если Другой Оппонент Там Пытался То ли Оспорить Это выступление Минутное Да Значит Им Вначале Дали Как бы Вступительное Слово Ни один Из них Не сказал Что Вот Я хочу Быть президентом Мои цели Такие-то Обязательно Каждый Должен Был Упомянуть Трампа Обязательно Нужно Было Сказать Что Он Россий Значит Рурк Сказал Что Он Опасен Трамп Опасен Опасен Из-за Своего Расизма Из-за Того Что Он Поддерживает Вайландс Ну Беспорядки Насилие Да Вот Он Говорит Что Например Вот Недавно Вальпасо Убили 22 Человека И сколько Это раненых И Сам Трамп Конечно Не стрелял Но он Поддерживает Вот эти Вот стрельбы Додуматься До такого Надо Букер Сказал Мне нравится Букер Когда Говорит Моя комьюнити Моя комьюнити Хотя Он Жил В комьюнити Когда Там И Был Там Мэром Этого Городка Где Было 92 Процента Белого Населения Не знаю Какая его Комьюнити Так Вот Он Тоже Сказал Что Мы Должны Победить Трампа Он Не Сказал Что У меня Цели Такие Я Хочу Их Достичь Таким То Способом Мы Должны Победить Трампа Йенг Вот Этот Предприниматель Опять Кричал С трибуны Что Мы Всем Дадим Тысячу Долларов В месяц Вот И Мы Должны Быть Хозяем Демократии Мы Говорит Не Должны Доверять Политиканам То Есть Он Хочет Стать Политиком И Говорит О том Что Ему Нельзя Доверять Понимаешь Вот Насколько Вообще Это Абсурдно Все Камала Хэрис Вчера Пыталась Играть роль Никого Не нападала Не наезжала Ни на Байдена Ни на кого Другого Вот Как-то Вот так Она С любовью Эту роль Отвели Кастро Да Она С любовью Вот так Говорила Все И Вдруг Вот Когда Ей дали Слово Она Сказала Дональд Трамп Говорит Я знаю Что ты Смотришь Меня Так Вот Слушай Вот Ты Два Года Потратил На то Чтобы Нас Разъединить И Говорит Ты Нарушил Все Обещания И Американцы Не дураки Мы все Понимаем Ты Расист А сейчас Ты можешь Идти И слушать Свои Факс Ньюз Понимаешь Все это Напоминает Мне Политическую Провокацию Когда Она Там По-моему Где-то Еще Дальше В дебатах Она Сказала Что Два С половиной Года Нет Неправильно Те Которые Задавали Вопрос Они Сказали По поводу Оружия Что Об этом Уже Идет Речь Давно И Конгресс Ничего Не Сделал По этому По поводу Два С половиной Года Скажи Мне Что Они Могли Сделать За Два С половиной Года Если Не Только Занимались Тем Чтобы Найти Какие То Доводы Что Трамп Нарушил Два С половиной Года Ты Скажи Мне Что За 50 Лет Демократы Сделали Хорошего Для Тех Афроамериканцы Латинос Что Для Них Хорошего Сделали Объявили Борьбу С бедностью 50 Лет Назад Потратили 20 Триллионов Долларов Они Сделали Прежде Всего Это Было Сделано Якобы Ради Американцев Потому Что ЛБД Тогда Заявил Что Теперь Негры Сказал ЛБД Будут 200 Лет Голосовать За Нас Потратили 23 Триллионов Долларов Они Эту Группу Людей Афроамериканцев Сделали Более Счастливы Они Сейчас Счастливы Началось Вчера Что Они Вообще И По Прежнему Продолжают Голосовать За Этих Демократов Показали Вчера Перед Тем Как Начались Дебаты Показали Толпу Народа С Плакатами Латинос Форд Трамп То Даже Уже Сами Латинос Понимают Что Эти Границы Надо Закрыть Абсолютно Они Потеряют Все Работы Абсолютно Да Это Все Все Деньги Которые Они Еще Сегодня Они Хоть Работают Не Имущие У них Лоу Инком Но Они Как То Получают Помощь Но Они Хоть Как То Работают Завтра Эти Все Деньги У них Заберут И Отдадут Тем Кто Сегодня Пришел Сюда Нелегально Кстати Вчера Была Очень Сильно Он сказал Мы Обязаны Победить Трампа Мы Не Обязаны Сделать Это Это Мы Обязаны Победить Трампа Вот У них Вот Этот Пункт Победа Трампа Два С Половина Года Прошло Но Уже Давно Была Пора Успокоиться Но Уже Принять Что Есть Уже Муван Как Говорится Нет Они Не Могут Он Сказал Что Мы Мы Общество Которым Правят Миллиардеры И Говорят Я Этому Положу Конец Все Должны Иметь Ну И опять Бесплатная Медицина Бесплатное Обучение Простить Всем Долги За Обучение Климат Контроль И так Далее И так Далее Элизабет Уоррен Просто Непонятно Вообще Вообще Непонятно В чем Она Разбирается Политика Экономика Медицина Производство Технологии Какие Не Понимаю Она Обо Всем Говорит Вот Настолько Уверенно Но Такие Глупости Она Говорит Что Сегодня Мы Люди Вообще Ничего Не Могут Афорд Не Знаю Как Это По-русски Что Им Ничего Недоступно Ничего Не Могут Себе Позволить Вот А Байден Сказал Хватит Откладывать На завтра То Что Можно Сделать Сегодня 8 лет Он Просидел В Белом Доме И Не Мог Сделать То Что Можно Было Сделать Сегодня А Когда Его Значит Ему Задали Вопрос Вот Вы С Обамой Были 8 лет Поводу Кастер Сказал Послушайте Как Только Мы Так Сказать Как Это Положительные Вещи Так Байден Сразу Начинает Заявлять Что Я Был Там Я Был Там Я Я С Президентом Заодно Как Только К Президенту Обаме Возникают Какие Вопросы Нелегалов Было Выслано Из Страны Вы Считаете Это Правильно Он Говорит Ну Президент Делал Все Что Возможно А Вы А Я Вице Президент Вот Это Был Его Ответ То Вот Это Он Сделал За 8 Лет Я Вице Президент Я Вообще Ни за Что Не Отвечаю Кстати Если Наблюдать Дебаты То Какая Это Всегда Есть Двойка Которая Начинает Убивать Друг Друг Значит Это Было Хэрис С Байденом Первые Дебаты Вторые Были Хэрис С Конгресс Вумен От Хавайи Вчера Это Байден И Кастер Он Вчера На него Наезжал По Порной Программе Он Его Вчера Пытался Смешать С Дерьмом Причем Кастер Был Неправ Как Выяснилось Безусловно Потому Что Байден Ну Фактически Был Неправ Но При этом Кастер Все Преподнес Таким Образом Вы Две Минуты Назад Только Что Сказали Вы Что Не Помните То Что Вы Сказали Намекая На То Что Байден Совсем Уезжил Узема И Не Помню Что Он Говорил Две Минуты А Он Совершенно Другое Сказал А Элизабет Воль Сказала Что Обама Фундаментально Поменял Медицину Большое Спасибо Ему За Это Вот А Вот Как Дальше Будут Платить За Нее Потому Что Нужно Сколько 60 Триллионов Мы Посчитали Кто Будет Платить А Богатые Будут Платить Больше Вот Так Врачи Нетворки Лекарства Дорогие Стали Скоро Богатые За Это Все Заплатят И Все Будет Хорошо И Замечательно В Которые Вчера Выступали В этих Принимали Участие В этих Дебатах Значит Во первых Они уничтожат Энергетическую Промышленность Запретить Уголь Нефть Газ Все Это Запретить Однозначно Значит Медицину Уничтожить Фармацевтическую Промышленность Уничтожить Разорить Конечно Конечно Все Разорить Все Уничтожить И при этом Мы построим Счастье Сделаем Бесплатное Образование Бесплатную Медицину Первые По моему Первые 45 минут Вот муссировался Вот этот вопрос О медицине По моему Львиная доля Была отдана Вот этой Медицине Значит Сандр сказал Что не будет Дедактабл Не будет КПС Не будет Ничего Он говорит Мы Мы уберем Коррупцию Из фармацевтической Промышленности Из медицины Не знаю Почему он не хочет Начать с коррупции В Конгрессе Как говорится Рыба же Гниет Из головы Мы это знаем Вдруг он начал Сандр сравнивать Америку с Канадой С другими странами И ему уже там кто-то сказал Подождите Мы в Америке Какая Какая Канада По-моему Байден ему сказал А он продолжает Вот Говорить О своем Вот сравнивать себя С другими странами Вот с Канадой Из которой Из которой Люди едут сюда Лечиться И это не Рассказы Чьи-то Родная сестра Моей тетки Приезжала сюда Потому что Там нужно было Ждать Несколько месяцев Чтобы попасть К врачу Она приехала сюда Заплатила деньги Гораздо дешевле Чем если бы Это было там Для того Чтобы специалист Посмотрел И дал свое заключение Вообще Когда начинают сравнивать С другими штатами С другими странами Например Вот берут Канаду Швецию В Канаде Где живет 40 миллионов человек Швеция Где живет 10 миллионов человек И вот они Начинают сравнивать 350 миллионов человек У нас нелегалов Живет больше Чем в Швеции И они начинают Говорить Вот в Швеции Посмотрите Как там хорошо Попробуй Поедь Поживи в Швеции А там будет Скоро еще лучше Потому что Население Швеции Вымирает А мусульманское Население Так сказать Заменяет Швецию Поедьте в Швецию Поживите Посмотрю на вас И вообще глупость какая Сравнивать Десятимиллионную Это город один Мегаполис один В Америке Целая страна И 325 Или 335 Миллионов Проживающих здесь Еще раз говорю У нас нелегалов Живет больше Чем в Швеции Одна из проблем Что вот Эти же люди Которые говорят Про социализм И говорят Что нет Нет Мы Совсем не хотим Построить социализм Мы хотим Сделать Вот смотрите Вам не нравится Как в Швеции Это все сделано Но вот Это же по принципу Социализма То есть мне кажется Что они вообще Не понимают Что такое социализм Им кажется Что если бесплатная Медицина Все это уже Социалистическое общество Чтобы они не говорили Чтобы они понимали Не понимали Но те идеи Которые Которые они предлагают То есть Уничтожить по сути дела Экономику И при этом Все будут жить счастливо И при этом Все будет бесплатно А с чего С чего А с чего Те же сказали Богатый У богатых Забрать все деньги Забрать все деньги Фармацевтической промышленности Раззавим всех богатых Все компании В которых богатые Бред Абсолютный Которые работают Работала в страховой компании Очевидно Она Или программист Или кто-то там Что-то такое И она говорит С гордостью Что она голосовала За Берни Сэндерса Ну Во-первых Очевидно Маша испытывает Такую же любовь К Израилю Как Берни Сэндерс К Израилю К евреям А во-вторых Ну как же быть Такой А впрочем Это результат образования Это Это скорее всего Результат образования Ну как же быть Такой тупой Чтобы не понять Что если Экономику Обрушить в Америке Кто же будет За те Бесплатные Ватрушки Которые вам обещают Эти клоуны На сцене Кто будет платить Кто будет платить Богатые будут платить Да нет Богатые не будут платить Их же разорят Не будут Не будет богатых Ага Значит тогда Нужно будет Не просто налогами Обложить компании А нужно будет Взять и сделать Продразверстку То есть Ничего Ничего не меняется Большевики Как были Так и остались Вот такие юные Ленинцы Хуинбины Самые настоящие Ленинцы Ну Давай прием Пару звонков Давайте Да Добрый день Добрый день Добрый У меня Маленькое Замечание Можно Конечно Нужно По поводу Социализма Так Они неправильно Все поняли При социализме Нужно работать Кое-как Вот А вот Они забыли Про это По потребности Так что Они до этого Еще не дошли Они Безграмотные Не умеют Правильно Читать Основы Социализма И коммунизма То о чем я сказал Они не знают Что такое социализм Спасибо Спасибо большое Добрый день Сергей Добрый день Олег Добрый день Гуд файли Будем говорить И вам тоже Вы знаете У меня что-то Придло Вчера я не слушал Но я сегодня Слушал комментарии Трегера И других Комментаторов Про этот Так называемый Дебат Я бы хотел Чтобы на секунду Представить Если Сэндерса Байдена И Элизабет Уоррен Одеть Клоунские Костюмы И в цирк Выпустить Ребята Они бы Стали Мультимиллионерами Овернайт То есть На них бы ходили Потому что Эти костюмы Так подходят Кихним рожам И кихним Что они говорят А было бы Просто замечательно А Сергей Вы правы Совершенно На счет Сентр Отношения к Израилю Там Это Мусульманка Вы знаете Линда Сорос Знаете кто Линда Сорос Линда Сорос Да Она 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 Будет Очень Так стать Счастливо Что Если Станет Первый Президент Америки Еврей Ну Если Не ужас Так сказать Вместе Споровали Ну Ну Как это Комментарии Излишни Вы знаете Вы Вы сказали Что вы не смотрели Вчера дебаты Я вас должен успокоить Вы ничего не потеряли Потому что Я вам скажу Это были самые Неинтересные дебаты Почему Потому что Было интересно Первый раз Зачем они будут говорить Вчера Это было просто повторение Вот и все Сидело 4 модератора Сидел этот Гном Стефанополос Бывший Оперативник Билла Клинтона Который Сейчас считает Себя Журналистом И ни один Из них Не задал вопрос Ребята А как насчет Ну вот вы там Разговариваете Бета заявил Что мы отберем У вас оружие Просто тупо Сказал Да Мы отберем У вас Винтовки Автоматы Все отберем Отберем оружие Значит Эти заявляют Что мы все дадим Бесплатно Медицина будет Государственная В общем все И хоть бы один Задал вопрос Ребята А как насчет Экономики Как вообще Что вы предлагаете Ни одного вопроса Вчера говорили Об отношениях С Китаем Ну и там Немножко Да Поверхностно Что-то было В принципе Об экономике Как таковой Никто ничего Не говорил Потому что Нет смысла Говорить Потому что Рекордные цифры Такого Не было Никогда Им задавали Вопросы По экономике Они Начинали Приводить Пример То что Случилось 40-50 лет Назад Или 30 Когда начали Работы Переводить В Китай Спасибо Спасибо Всего доброго Добрый день Добрый день Добрый день Здравствуйте Здесь вообще Смешного Это мало С этим Социализмом Я уже Говорил Еще раз Хочу вам сказать Ребята Выделите Хотя бы Минут 20 Процитируйте Книгу Автора Фридрих Август Фонд Хайя Социализм Это не просто Нищета Это Абсолютная Дорога К родству К родству И фашизму Это очень Серьезное Дело Ну Хотя бы 20-30 минут Где нибудь В своих Программах Ну Абсолютно Хайя Книжечкой Несколько Фраз Несколько Обзаков Спасибо Сегодня Такие Понятия Как Социализм Фашизм Расизм Они Приобрели Совершенно Другое Значение Давай так По большому Счету Это конечно Не социализм Потому что Есть классическое Определение Социализма Когда собственно Средство Производства Принадлежит Государств То что Они предлагают Это в чистом Виде Фашизм То есть Собственность На средства Производства Принадлежит Частным лицам Частным компаниям Но при этом Фашистское Правительство Регулирует От и до Медицину Обучение Регулирует Все абсолютно То что Производят Как производят С помощью Чего производят Сколько Производят Каким образом И так далее Это в чистом Виде фашизм Просто у нас В памяти Засело У нас Так сказать Фашизм Нацизм Все это В одну кучу Сплелось Но изначальный Фашизм Который Зародился В Италии Предполагал Именно это Собственность На средства Производства Принадлежит Частным компаниям Частным лицам Все остальное Государство Государство Регулирует Управляет Все Занимается Таким Макроменеджментом Вот и все Так что То что Предлагают Так называемые Социал-демократы Они предлагают Фашистскую систему Они даже не понимают Что такое Социал-демократы Ведь ты помнишь Когда В 17-м году Были и социалисты И социал-демократы Были Эсеры Были Анархисты Вот И в принципе У каждого Была какая-то Своя программа Какие-то цели У них же цель По-моему Одна свергнут Трампа А там все остальное Уже посмотрим Как пойдет А сейчас мы придем Послушаем рекламное Давайте Возвращаемся В программу Народная трибуна Телефон в студии По-прежнему 847-400-5200 У меня в друзьях На фейсбуке Есть Вэлари Соболь Соболь Умница большая Мало того Что красивая женщина Так еще и умница большая Вот она проводит Параллель между Если красивая женщина Уже не надо ничего Говорить дальше Она еще и умница Она еще и умница Между Берни Сэндерсом И Владимиром Ильичом Лениным Ты знаешь Кстати Почему Евреи Не предлогашали Ленина на свадьбу Вот смотришь Тебе идет свадьба Там скажем Жених Из приличной семьи Там скажем Невеста Родить Там отец Он наверное Не знал и дыш Нет Невеста Невеста Отец Скажем там Равин и так далее Вот Среди всего Этого благочестия В сам ответственный момент Вскакивает Ленин И кричит Гойка 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 Да Это был такой анекдот Гойка Гойка Ну что Кто-то пытался Звонить Если по-прежнему У вас есть вопросы Или комментарии Пожалуйста Быстрей звоните Пока линии свободы 00552 00 добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Здравствуйте Я хочу Немножко объяснить Этих смошедших Чтобы вы не удивлялись Давайте попробуйте Они Ну они как бы Помешались На идее фикс Убрать трампа Дело в том Что они на уровне Сознания И даже подсознания Понимают Что он Это могильщик Всех их надежд На то Что они здесь Установят социализм Если он победит И воплотит в жизнь Все его обещания И все его планы Социализма здесь Не будет никогда Так как он сказал Уже в одной Из своих речей Поэтому Это Ну как Их основной Злейший враг И Вот это Они больше Ни о чем думать Не могут Только об этом Поэтому вот они Каждый раз Трамп 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 Ну по моему Им будет полный Трамп Варвара Я только с вами В одном не согласен Когда вы сказали Если Победит Ну хорошо Когда Он победит Когда Он победит Я надеюсь Нам остается Только молиться И желать ему успехов Да Я думаю Что все будет хорошо Потому что я сегодня Просто не вижу Соперника ему И я тебе больше скажу Кто-то сказал Что вроде должен быть Байден Что они уже Перестали его так Сильно клевать Они Дело в том что Да А нет Все равно Даже вчера Его этот Ой Кастро Представить Президента Соединенных Штатов Америки С фамилией Кастро Послушайте Значит вчера Это вообще было бы Феноменально Если вы вчера Смотрели дебаты Первая вот часть Когда обсуждали Медицина Медикейр Вы помните Как в конце Они начали Друг на друга Лавить как собаки И в конце уже сказали Да что мы Что мы тут Перед всеми Вот так вот Ругаемся Нам нужно Объединиться Мы должны быть Вот едины То есть они уже Разъединены И они давно Уже стали разъединены И та же Пелоси сегодня Понимает что Никакого Предпишем это не просто Не будет А даже и начинать Его не нужно Потому что Это обречено На провал Вот поэтому То что вчера Происходило В принципе Это было только Повторение того Что мы уже видели На предыдущих дебатах Ничего нового Не сказали Более того Они были совсем Неинтересны Спасибо Спасибо Добрый день Пожалуйста Добрый день Добрый день Меня зовут Ирина Извините пожалуйста Если я не по теме В общем мне попалось Это письмо Которое Каминг Еще кто-то написали Украинцам Насчет того Что Ездил Джулиане к ним Или собирался Я хотя уже не помню Собирался Он не собирался Он не ездил Требует Все 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 сразу Все Разговоры Все переговоры Из Белого дома От украинцев Вообще Чем это все угрожает Вы знаете Они могут требовать Но это не значит Что Белый дом Пойдет с ними На какую-то кооперацию Не думаю Что он будет с ними Захочет сотрудничать В каких-то вопросах На самом деле На самом деле Как мы знаем Украина сыграла Определенно Некоторые политики Украины Сыграли определенную роль Ты помнишь Вот в предвыборной Компании Да То есть они сливали грязь Находили копали грязь Работали На избирательную Компанию Клинтона Против избирательной Компании Трампа Попытался Джулиане С этим разобраться Но отказался От этой поездки Так теперь Этот конгресс Этот комитет Юридический Пытается расследовать И это Что это такое Ну в общем Чтобы влияло На отказ Спасибо большое За ваш звонок Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Вот к примеру Калычи Какой имеет право Калыч Просить деньги У Аказия Кортес Он не дал Никаких знаний У него Ума хватило Только развивать Динамики пива Ни одна работа Ее не приняла Как же она может платить Она должна судить Этот калыч И получить с них деньги Правильно? Зато она получила Там экономическую Коммунистическую Закалку Конгрессу То есть тогда Ещё что-ли Готовили Никаких какого Не имеет права Требовать деньги За обучение Они не дали ей знаний Знаний нет Никаких знаний Да Да Согласен Можно оспаривать Согласен К сожалению Зато промывают мозги В колледже Это вы видите Вот вам яркий пример Аказия Кортес Это яркий Яркий пример Того Что происходит В колледже И таких как она Сегодня миллионы Кстати К сожалению Да К сожалению 42% по опросам По некоторым опросам Более 40% Студентов Высших учебных заведений Предпочитают Социалистический строй Что они знают О социализме Какие байки Им рассказывали Краснопузые Профессора В этих университетах Какие басни Они им травили Какие мифы Они им Про социализм Рассказывали Ты знаешь Мы когда были в Италии Во время поездки Это было в Венеции Мы гуляли по губаме В городу И вдруг стоит Какая-то группа молодежи И держит плакаты в руках По-английски написано было Что мы вас приглашаем На собрание нашей Коммунистической партии Ну и Я когда в Италии был Там по-моему Каждый день ходили С красными флагами Какие-то демонстрации Ну я подошел Говорю А вы коммунист? Да Я коммунист Молодой парень Совсем не знаю Лет 25 Я говорю А что ты знаешь о коммунизме? Ты вообще знаешь Вот цели Что это такое? Да конечно Вот в России был коммунист Я говорю В России никогда не было коммунизма В России стремились к коммунизму Ну вы не знаете просто Я говорю Да Мы не знаем То есть Я даже дальше не стал спорить Потому что не с кем спорить Люди абсолютно не понимают Не с кем говорить Добрый день Алло Здравствуйте Вас очень плохо слышно Я попробую сейчас Сейчас лучше Так лучше? Да Да Сейчас лучше Один Слушатель Позвонил Сказал Что Который 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 Цены За обучение И еще Они просят Дотации От государства Звонок Еще Давайте Да Добрый день Алло Добрый день Для этого нужно родиться с русским языком Да Да Комуна Комуниширина Добрый день Мы вас слушаем Здравствуйте Я недавно только подключился Я не знаю ли вы поднимали вопрос Вчера на CNN Говорили что 80% Of medicine Что используется Вина Это стоит Сделано в Китае И если они прекратят нам Поставлять Эти medicine Госпитали И вообще Вся наша медицина Просто рухнет Дело в том что Это действительно Да Это действительно Ну какая-то правда Не знаю насчет 80% Но очень много Единственное что Вот эта вот вся торговая война Которая происходит с Китаем Воображение очень многих Думается что Вот завтра что-то случится И вот все Закрыли границу И не будет здесь Ни медикаментов Ни продуктов Ни товаров Ничего нет Это на самом деле Это будет все работать По другому И не будет такого Что завтра вдруг В один прекрасный день Прекратятся поставки Всех медикаментов Это первое Второе Очень много стран Которые уже предложили Свои услуги В частности Индия Для производства Медикаментов Я знаю И не только медикаментов Кстати Индия готова Предоставить Свои мощи Своих там Не знаю Предприятий Они хотят Чтобы предприятия Перевели к ним Я знаю Я знаю Что с Японией Очень много Переговоров ведется И японцы Тоже в принципе Готовы сотрудничать С Америкой Гораздо больше Производить Для них И покупать Чем раньше Вчера кстати Говорили о том Кто-то сказал То ли Хэрис По-моему Камала Хэрис Да Что Вот эта вот Сделка Очень ударилась Сильно по фермерам Вот И все там Уже банкроты Ты вообще Слышал Что-нибудь о том Что все фермеры Стали банкротами Все нет Но иногда СНН находит Какого-нибудь Фермера Который Наверняка Ненавидит Трампа Просто заранее Не из-за того При том Что он воспользовался Всеми субсидиями Наверное Которые дал Трамп Им Вот А потом уже Наверное Ещё получил Пару кофеек За интервью И дают интервью Давай Примем звонок Потом вернемся К Китаю И Добрый день Здравствуйте Вы продолжаете Говорить одно и то же Мне продолжать Спасибо большое Вы можете отключиться Вот Честное слово Вы можете отключиться Просто и вообще Не включать никогда Наши радиоприемника Свой радиоприемник Переключите на другую волну Слушайте что-то другое Всё Не надо Так сказать Мы говорим о том Что нас беспокоит Я думаю Что это беспокоит Не только нас Но и тех Кто нас слушает Так вот С Китаем Вообще ситуация Ненормальная Ведь не только Медицину Не только Медикаменты Китай производит Не только Таблетки Лекарства И так далее Огромное количество Запасных частей К нашей Военной технике Закупаются В Китае Да это правда И это ненормальная ситуация Это должно быть изменено Это стратегически Это для безопасности Представляет реальную угрозу Поэтому Это должно поменяться Китай не является Нашим Стратегическим партнером Союзником Абсолютно нет Это наш Я вам скажу С Китаем всегда были Какие-то Недопонимания Какие-то терки Всегда был какой-то Компетишн И между прочим Если ты помнишь Что одно время Китай даже Его внутренний Воловой продукт Превышал американский Какой-то момент Абсолютно Сегодня он стал Американский По-моему 20 триллионов А китайский Уже 13 с половиной Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Вам последнее сведение Про фермеров И китайские Поставки Китай сегодня Убрал все тарифы На покупку Сои И свинины Из Америки Так что Все это То что они вчера Говорили Уже протухло Сегодняшнее Что все тарифы Убраны Спасибо большое И вообще То что делает Трамп Это единственная Возможность Поставить Повлиять На свое место Абсолютно Другой нет Ну слушай Десятилетиями Предыдущие Республиканские Администрации Демократические Администрации Все признавали Что что-то идет Не так с Китаем Что-то не так Что-то не так И тем не менее Очевидно Какой-то Какой-то политический Класс на Китае Делал колоссальные деньги Поэтому все это было Как бы Значит специалист В экономике Элизабет Уоррен Вчера сказала Что это же не только Отношения с Китаем Нельзя просто так Дрывать отношения с Китаем Это все должно быть Сделать глобально Нужно с другими странами Советоваться То есть мы должны Советоваться с другими Как нам жить То есть мы должны Еще так сказать Позволять другим странам Жить за наш счет Чтобы они поддержали Нашу идею По поводу Китая Говори нам Как нам нужно делать Абсолютно единственное Верное Кардинальное И эффективное Решение Которое принял Трамп Другого я не вижу Никто не предпринял Ни одной попытки Маломальской Чтобы как-то Восстановить ситуацию Даже вчера Когда задавали Эти вопросы Не то что Попытки не были предприняты Они ничего не сказали Не то что конкретно Хотя бы намека На то Как это должно быть Все осуществлено Добрый день Мы вас слушаем Да Добрый день По поводу образования На прошлой неделе В утренней передаче На СНН У еврея Смерковича Знаете такой Который на Аль-Джазире Сначала Да На Аль-Джазире был Да Правильно Да А выступает Этот самый Ну Профессор Юриспутенции Из Ельского университета Такой же еврей Вот он говорит Что вот это Вот вся политика Когда есть Привилегированные Коледжи А есть Коледжи Низкого Значит Уровня Это то что Разделяет людей И на вопрос Что же делать Он сказал Как Нужно открыть Двери Для абсолютно всех Для себя Кто хочет Идти в Гарвард Кто полностью Имеет право Идти в Гарвард Без всяких ограничений Бесплатно Вот это точка зрения Преподавателя Юриспутенции Сельского университета Этот Смиркович Идиот Ему не задал вопрос А за каком основании Вас взяли профессором В этот университет Потому что он придерживается Вот таких взглядов Черный спец Или вас извините Кто-то в задницу трахал Не, не задает этого вопроса А кроме того Знаете Я смотрю этот недавно фильм Называется Фоу-плей То есть Грязная игра Это вот именно А в этих колледжах Не высшего И не коммунальных А вот такие средние Которые брали за это деньги Но потом людей выпускали И люди ничего не могли Делать Не могли найти работу Спасибо большое К сожалению Времени не осталось Мы должны прерваться Спасибо вам огромное Очень-очень хороший Пойнт Давайте мы сделаем Небольшой перерыв После чего Вернемся И ты расскажешь Что-то интересное Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон в студии По-прежнему 847-400-5200 Если будут вопросы Комментарии Пожалуйста Звоните Давайте Постараемся ответить Самый интересный ответ И мне понравились Во время вопросов Об Эмиграции Нелегальной эмиграции И российская карта Значит Задали вопрос Не помню кому По-моему Бутиджиджу Или Букеру Что если Человек Поддерживает Трампа В строительстве стены Является ли он Расистом Бутиджидж Сказал Что все Расисты Все кто Трампа Однозначно Он сказал Что все Да Бутиджидж Я же еще Тогда написал Что Я не знал Что мы все Расисты Потому что Мы хотим Чтобы была Построена стена Вообще Вчера Эта российская Карта Была просто Посмешище Во-первых Букер Сказал Что Не Букер Да Букер Он сказал Что среди белых Гораздо больше Богатых Чем среди черных Вот Сережа правильно сказал Он не упомянул Что черных Всего лишь 14% В населении Потом он сказал Что если ты черный У тебя в 4 раза Больше шансов Быть убитым Естественно Если ты Продаешь дракс Или ты занимаешься Или ты Употребляешь наркотики И Участвуешь в каких-то Бандах Или ты вор Или ты Не знаю Там Ведешь Непристойный образ жизни И делаешь то Чего нельзя делать Наверное У тебя шансов Гораздо больше Быть застреленным Чем у человека У того же чернокожего Который В отличии от тебя Работает У которого Есть дом У которого Есть что терять Чего ему надо Вдруг продавать Наркотики Если у него Шикарная работа Байден заявил Интересная вещь О том что Если человек Не совершил Настильственного Преступления Его надо Выпустить То ему не место В тюрьме Все остальные Это наверное Для себя почву готовит Поскольку Коррумпированный Да Просто До глубины Корней волос Мне нравится Как сказал Букер Букер Сказал Мы все знаем Что Трамп Расист Мы все Знаем И мы должны Более того Мы еще должны Знать Кто что делает По этому поводу Чтобы это прекратить И мы должны Убить Систему Расизма То есть Оказывается У нас В Соединенных Штатах Российская система Только он не помянул Где именно Получается Что во всем Российская система Значит Трамп Он Разъединил Людей Трамп делает все Для того Чтобы люди Друг друга Ненавидели Хотя Честно говоря Мне казалось Что это все Было Все это начиналось Во время Обамы Когда были Вот в Барклэ Первое выступление До того Как Обама Стал президентом Забыли Что такое Расизм В этой стране Добрый день Пожалуйста Здравствуйте А вот они говорят Что он расист Они приводят Какие-то доказательства Зачем То есть Доказательства Опять же Нет никаких Зачем Еще хуже Чем Вот С российским Этим Калужа Мария Зачем Все что они говорят Без приведения Каких-либо Фактов Доказательств И так далее Просто повторяют Ложь Огромный ложь Который не имеет Никакого смысла Но повторяют И повторяют Из месяца в месяц Из года в год То есть Это типичный Просто Геббельский Прием Он сказал Что Чем чаще Повторяешь ложь И чем она больше Тем скорее В нее поверят Массы Массы Соответственно Тупоумные Конечно Но тупоумных В общем-то Они много уже Привезли сюда Тупоумных И воспитали Вот тоже Почему вот у черных Такое положение Вот Начиная с 60-х годов Когда Джонсон Ввел эту систему Новую Когда все Они могли Не работать А жить В домах И все Прочее Это привело К тому Что разрушили Семьи Перестали Женщины Так сказать Зачем им нужны Семьи Когда за каждого Ребенка платят И так далее То есть То что они делают Это вообще-то Говоря Они нацелены на нас На нашу страну Не на Трампа На нас Нацелены А Трамп Стоит между нами И между ними Спасибо Спасибо Мария Вы задав нам вопрос Сами же на него и ответили То есть Все абсолютно правильно Зачем им нужно Говорить о причинах Почему они Считают Трампа Расистом Знаете Как говорят Что Если говорить Сахар 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 То во рту От этого Не станет слаще Тут наоборот Все Значит Естественно Что когда будут Говорить Что Трамп Расист 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 Это все Отложится в мозгах Особенно молодежи То же самое Как говоришь Что Трамп Был замешан В делах С Россией Что он Препятствовал Правосудию И это отложилось В мозгах людей У нас звонок Добрый день Не один Добрый день Мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте А вы знаете Что Я не помню Был в втором Ампренте На финал Вышел один черный И у него Был Диплом С Харварда И вышел Молодой парень Он был Бизнесмен Потому что у парня Было шикарное образование И то что он Показал Так что я не думал Что Трамп В этом отношении Большой расист И как говорят Я вам отвечу Когда его внуки Внуки евреи Его зять еврей Его дочь еврей Я вам знаете Что отвечу на это Я скажу Что Либералы скажут Трамп специально Выбрал черного Чтобы его не заподозрили В расизме Но он такой Расист Как никто Но вот он Прикрылся Вот этим Поверьте мне Что найдут причины Добрый день Здравствуйте Проблема в том Что Не в том Что наверху Врут А в том Что внизу Верят Да Конечно В этом основная проблема Спасибо Это шикарное замечание Средства массовой информации Выполняют Делают маркетинг Для антисемитской партии Лево радикального отребия Они делают маркетинг 99% средств массовой информации Работают на лево радикальной отребии Посмотри Вот они эту тему Расизм Трамп расист Каждый час Несколько минут Посвящалась Именно этой теме Каждый час Им необходимо Об этом говорить Потом Экономика Какая сильная позиция У Трампа Экономика Ничего не скажешь Рекордно низкое число Безработных Среди меньшинств Среди афроамериканцев Среди латинос Среди женщин Среди азиатов Рекордно низкое число Средний доход На семью Это было Да Это наверное первый президент Который хоть что-то сделал Для чернокожего населения Дальше То есть Экономика на подъеме Там Миллионы человек Ушли с фудстемпов Шесть миллионов Рабочих мест Миллион рабочих мест В производстве Чего не было Обама сказал Что это невозможно Нужна волшебная палочка Китай договариваться хочет Все так сказать Все положительные результаты И в то же время На протяжении двух Или трех недель Все эти проститутки Из пиар-агентства Демократической партии Имеют все средства Массовой информации Талдычили О надвигающейся рецессии И после Я об этом хотел сказать После трехнедельной атаки Они провели опрос Общественного мнения И видно что Результаты совершенно удивительные Шестьдесят процентов Американцев Чувствуют себя неуверенно Относительно экономики В то же время Есть положительные результаты И если вопрос Сформулировать по другому То они чувствуют что Экономика так классная Вообще растет Все здорово Но неуверенность Селили То есть То что они делают Вот то что они делают Это наша Мария Права Геббельсовская пропаганда Ты привел правильную цифру Шестьдесят процентов Но если ты помнишь Когда Трамп Еще участвовал В предвыборной кампании Говорили Если Трампа выберут Начнется рецессия Выбрали Трампа Сказали Вот когда Трамп Переселится в Белый дом Когда он принял присягу Увидите Начнется рецессия Трамп принял присягу Проходит там Несколько дней Пишут Ну вот он Пришел уже К власти И Увидите В течение полугода Будет рецессия И так это продолжается В течение двух с половиной лет Добрый день Вы в эфире Слушаем Добрый день Вы знаете Я вчера немножко слушала Эти дебаты И мне Вспомнился очень старый анекдот Когда студент на экзамене Про биологию Выучил только про Блох И чтобы ему Никакого вопроса не задавали Он говорил только про Блох Вот у меня такое ощущение было Что эти демократы Знают только про Блох Вот они выучили про Трампа И о чем бы их не спрашивали Какой бы вопрос не задавали Или про экономику Или про иммиграцию Или про Безопасность Все сводилось к Трампу Что Трамп все Тут же мгновенно Это было просто потрясающе Вчера Спасибо Камалу Хэррис Спросили Что Вы хотите вот бороться Против наркотиков Против драгдилеров Вы хотите Справедливости Ну справедливости Когда полиция Заезжает Вот В районы Где живут Афроамериканцы Почему же вы Когда были на посту Прокурора Не делали вот этого И вдруг она начала Придумывать и рассказывать Что они единственные Разработали какую-то систему Для людей Которые продавали наркотики Которые занимались наркотиками Чтобы потом Всех обеспечить Работой И так далее И так далее То есть она так и не ответила На этот вопрос Действительно Когда она была На посту прокурора Все знают Что она настолько Превышала свою власть Она пересажала По-моему Всех Кого надо И кого не надо Поэтому же Байден Вот на прошлых дебатах Он об этом говорил Вот И у нее С ним была стычка По этому поводу Ну мы знаем Что Байден сказал Что тоже надо выпустить Из тюрьмы Всех Кто не совершил Какого-то Как он сказал Сережа Криминала Насильственного 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 То есть если я То есть если я украл Что-то Да это не Комментарий интересный Николай Чабан Пишет что Дискриминация Малых народов И поясняет Они не дают работать Учиться И продвигаться Во власть Малым народам Мексики И афроамериканцев Только они это кто Я не знаю И кто это Мексика И афроамериканцы Это президент Обама Президент Генеральный прокурор Добрый день Ребята Добрый день Вы знаете Я сам себя размешил Потому что я взял Слово Камала Это в женском роде Камел Кэмел Который мужчина А она Камела Женская Значит это верблюд В женском роде Вот так я понимаю Поправить Ну вы уж точно Расист Конечно что я так говорю Самое интересное Когда вчера Камала Ферри Сказала что я вот Афроамериканка И я еще раз Еще раз пошел Мне хотелось Фотографии найти родителей Так вот я нашел Фотографии ее отца Который кстати Из Ямайки Да Довольно образованный человек Профессор И он не разделяет ее Взглядов И так сказать Более того Он ее настолько осудил Когда ей задали вопрос А вы типа там Курили марихуану Или кто-то в вашей семье Говорит Каман вы что Мы же из Ямайки Вот это его задело Он ее осудил А мама его Ее Индуска То есть я не знаю Какая она Афроамериканка Скажи мне пожалуйста Добрый день пожалуйста В эфире Добрый день Добрый день По поводу выступления Букера И расизма Ну вот белые коронизаторы Ушли из Африки Ну и что дальше Африка Вы имеете ввиду Южноафриканскую республику Да любую страну Любую Найдите хоть одну Особенно показательную Южноафриканскую республику А усердалась на том же уровне Ну вот спасибо Выпустили Манделу Из тюрьмы Вот он им и сделал это Вообще действительно Ну победила Либеральная идея В кавычках Либеральная Прогрессивная идея Победила Все мировое Прогрессивное Человечество В свое время Давило 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 На На Южную Африку Все Ушли белые От власти Пустили к власти Африканцев Мандела И что там сейчас происходит В Южной Африке Мне это напомнило Что происходит в Южной Африке Мне это напоминает Вот когда Израиль Отдал газу Палестинцам Где были Теплицы Которые Снабжали цветами И продуктами Весь Израиль Значит Что сделали Палестинцы первые Они разрушили Все эти теплицы То же самое Происходит в Южной Африке Происходило И происходит Мало того Так еще и убийство белых Там ужасная Ужасная преступность Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Вот хорошая Есть идея Вы знаете Есть нация Которая Какие там Специальности Знают Я хочу Весь народ Обучить Столько на эти Специальности И больше На другие Нет Вот Которые Вы понимаете Какие национальности На букву Е Вот они будут Учить только это И ничего другого И работать будут Коопорциональности Как вы думаете Мы должны эту мысль Осознать Совсем Я понял Какие специальности Национальные Ну Вопрос Конечно Интересный А ну Что еще Там О чем Говорили Ну конечно Про оружие Надо отобрать У всех Да Кстати Наряду С выступлениями Бета Рурка Который Просто Откровенно Наконец Потому Что Всякий раз Когда они Пытаются Ущемить Наши Конституционные Права Они говорят Ну а мы Не за вашим Оружием Мы хотим Прекратить Вот то что Происходит На улицах Убийство Массовое Ну и мы За вашим Оружием Не идем Вчера ясно Сказал Отобрать Отобрать Да Так это Мечта Идиотов Отобрать Оружие Лишить Ну В истории Человечества Это уже Было Было В России В свое время После переворота После Октябрьского Было В Китае Было В Венесуэле В конце Концов Это уже Было Результаты Известны Но к сожалению Об этом В университетах Не рассказывают И выходят Дебилы Абсолютные Ну в большинстве Своем Некоторые Сопротивляются Пормыванию Мозгов Некоторые Видят Что за Этим Кроется Так вот Вчера В комитете По моему Проголосовали В конгрессе Проголосовали Демократы В том числе За Так называемый Red flag Закон Мы об этом Еще скажем Пару слов Добрый день Пожалуйста Добрый день Опять Вы знаете Олег Вы говорили Что когда Трамп Пришел к власти Что Говорили Что вся Экономика Крохнет И говорил Это кстати Немного Немало Человек Круглым 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 Это рупор Кстати Демократической Партии Вы знаете Он лауреат Мобильской Премии Экономики Его прогнозы Он такой же Лауреат Мобильской Премии Как Обама Вобор Семьера Как арабад А вот Я как Помню Это выступление И буквально Навешал Что все Вообще Стране Конец Будет Ну Да Вот такие Люди Я бы Недословно Сказал Что Экономика Рынок Рухнет И никогда Не Рухнет Совершенно Точно Абсолютно Так и было Сказано Лауреатом Мобильской Мобильской Премии Когда В По Экономике Когда В Когда В Когда В Когда В Когда В Августе Рынок Потерял Там Много И Начали Говорить Вот 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 Это Началось Несмотря На То Что Август В принципе Месяц Когда Происходит Больше Всего Корректировок На Маркете Поэтому Когда Мне Мой Близкий Друг Все Я потерял Там Десять Процентов Дай Так Вот Закон Так Называемый Красный Флажок Красный Флаг Закон А Джим Джордан По этому поводу Очень хорошо Выступил Подождите Подождите Мы До сих пор Живем В Соединенных Штатах Америки У нас До сих пор Существует Презумпция Невиновности И ты Невиновен Пока Не доказано Обратное Значит Представляете Ситуацию Что Без Суда Без Следствия Без Ничего Без Каких Либо Фактов Тридцать седьмой год Да Ну Кто Историю Знает Хоть Немножко Помнит Во всяком Случае Ассоциативно Понимает О чем Я говорю Тридцать седьмой год Маленькие Доносики Не надо было Ничего доказывать Доказывать Ничего не надо Донос Ага Он Вот Такой Такой И там Человека Бах Тройка Приняла Решение Расстрелять Или 25 лет Без Права Переписки 10 лет Без Права Переписки Так вот Предложили Точно такой же закон Но пока Слава Богу Еще не расстреливают А просто Конфискуют Твою собственность То есть Жили два студента В одном общежитии В одной комнате Один Гнилой Второй Не очень И так сказать Друг друга Не очень Относились хорошо Один пошел Накатал И у кого-то пропал Карандаш Понимаешь анекдота Накатал заяву Дескать Слушайте И пришла полиция Раз Конфисковали оружие И ты потом иди Нанимай адвокатов И доказывай Что ты не верблюд Ты можешь выиграть Но сколько тебе Это будет стоить Средств И небо Вы знаете какой закон Принимается То есть Ну собственно ведь Тех кто поддерживает Демократов Их же не смущает То обстоятельство Что Обама использовала РС против своих Политических оппонентов Демократическая партия Использовала ЦРУ ФБР Агентство национальной безопасности Против Кандидатов Президент Их это устраивает Они с этим живут Это большевики Это в худшем проявлении Большевики Окей Друзья мои К сожалению Времени больше не остается Закручивается Пора Много есть о чем поговорить Но мы вернемся Наверное к этому В следующий раз Так что Всего доброго Удачных выходных Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok